Хлеб Ученые полагают, что хлебу 15 тысяч лет, его знали еще в Неолите, а Самарскому булочно-кондитерскому комбинату 25 лет, и его знали в Куйбышеве. Так что от судьбы, как говорится, не уйти, и история наших героев лучшее тому подтверждение. Бурное развитие промышленности и, как следствие, стремительный рост городского населения привели к тому, что в середине 80-х годов все острее стал ощущаться дефицит хлебобулочных изделий. Мощностей имеющихся хлебозаводов было явно недостаточно для обеспечения жителей большого города. Было решено построить в промышленном районе новый хлебозавод, ориентированный на выпуск булочных и мучных кондитерских изделий. Но от решения до воплощения задуманного предстояло пройти долгий и трудный путь. Ну, наверное, все очень просто. В 1982 году я из жилищно-коммунальной системы, где отработала 10 лет, перешла работать в Куйбышев хлебпром. Это было объединение из 19 предприятий хлебопекарных всей области. И как только я в мае 1982 года туда пришла, и сразу начался разговор о том, что в Куйбышеве надо строить хлебозавод. В то время не хватало городу батонов, не хватало тортов. Был всего один цех кондитерский, это на восьмом хлебозаводе, где выпускали всего тонну тортов. Батон был на третьем хлебозаводе, больше практически его нигде не выпускали. А на полках пылился проект в Куйбышев хлебпроме, хлебозаводу номер 6 в промышленном районе. Это там, где мы сегодня и находимся. И вот, начиная с 1982 года, мне было поручено, как инженеру-строителю, заниматься переработкой этого проекта. То есть строительная часть на мне, технологическая часть на технологической службе, так каждая служба. Если бы мы в 1985 году не начали строительство, то деньги бы в 1986 году нам уже никто бы не дал. То есть сумели руководство города, области, и в том числе руководитель Куйбышев хлебпрома, пробить в план именно с середины года. Это вообще было нонсенс. Поэтому началось строительство хлебозавода. Первую сваю под фундамент будущего предприятия забили в мае 1985 года. Накануне нового, 1988 года, завод был введен в эксплуатацию. И булочный цех выпустил свою первую продукцию – рожок сдобный, а кондитерский цех – рулет фруктовый. 7 января 1988 года стала датой рождения булочно-кондитерского комбината в Куйбышеве. Здесь было болото. Когда, значит, снесли эти жилые дома, и мы здесь обследовали эту территорию с главным инженером, он у нас провалился даже в погреб, а там уже была вода. То есть мы как бы вот… Ну, здесь был просто массив жилой с частными жилыми домами. Завод пускали с двумя цехами производственными. Это булочное производство и кондитерское. Тогда, значит, рабочие приходили, все вот жители, которые жили здесь рядом. Потому что, учитывая, что я уже была в отделе кадров, значит, объясняем, 12-часовой скользящий график, ночной ночью вообще не отдохнешь ни минуты, стоишь на линии, я смогу. Увольнялась и принималась по 300 человек в месяц. То есть все близлежащие жители Самары или Куйбышева тогда, они все пришли на БКК. Они хотели работать, но они не выдерживали. Добрый день. Добрый день. Бога ради, извините. Я по поводу городской булки. Что? Скажите, пожалуйста, она сейчас сколько? 230? 220. 220. Это та, которая раньше 29 копеек стоила. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, это второго хлебозавода или первого? Нет, первого. Это утренняя или ночная выпечка? Утренняя выпечка. Утренняя выпечка. Скажите, пожалуйста, орешками присыпана она? Нет, только сезем. Внутри изюмчик? Внутри изюмчик. Мукой так сверху, да, обработан? Да, обработан. Скажите, горяченький он? Горяченький. Очень вкусный. Вкусный и хороший. Подайте к ресторане! Традиции, значит, у нас остались. Это традиционный батон горчичный, который выпускает. Городская булка. Это тоже была всегда на девятом хлебозаводе. И потом стали выпускать мы. Традиционный хлеба. Тот хлеб сельский, который кирпичик, он всегда был. Ну и, конечно, кондитерское производство. Мы же начинали с тех традиционных тортов, которых было 5-6 номинований. Бисквитно-кремовый, подарочный. Те же пирожные, бисквитно-кремовые. Те же заварные пирожные. Мы с вами их в кафе могли где-то отпробовать, да, с кофе попить на Самарской площади, как я вот помню. Из техникум идешь, зайдешь в кафе на Самарской площади, там, пожалуйста, заварное пирожное. Вот это вот, это все сохранилось до сего времени. Я закончила училище, выучилась на кондитера и пошла работать с кондитером на булочно-кондитерский комбинат. Ну, я пришла, тут еще только начиналось. Еще такого ассортимента у нас не было. Мы работали, ну, рулеты были за столом, вот такие начинались заказные торты. Эти торты на заказ мы делаем. Вот разные у нас, они проклеиваются по-разному, как покупатель, заказчик захочет, так мы их склеиваем и отделываем строго, что пожелает заказчик. Не отходим от рецептур с натуральными кремами. Это масло натуральное, сливочное. Там некоторые комбинаты, они переходят на сливки, там на заменители. А у нас все-таки есть рецепторы с давних времен, как торт Прага, торт подарочный, который люди любят еще с куйбышских времен. Раньше коллектив такой был стойкий, что вот придут у нас люди, значит, что и остаются работать с училища, и по 20 лет, и по 15 лет отработают. Вот у нас Татьяна Ивановна, уже 60 лет, а на пенсии человек, а все равно работает. Гераскин Нина Васильевна ушла отсюда. Вообще коллектив у нас всегда хороший. Что раньше, что сейчас, стабильный. Девочки все ответственные, дружные. Ну, потому что торты нужно делать с душой. Тут человек такой просто не сможет работать. У нас работает, который любит эту профессию. Круассаны – это целая страница в новой истории комбината. Идею познакомить жителей города со вкусом знаменитых рогаликов из слоеного теста привезла из командировки во Францию инициатор и вдохновитель практически всех новых разработок комбината Лидия Сергеевна. Первые круассаны были сделаны вручную. По форме напоминали булочки и успех имели колоссальный. Два батона, восемь булок и один круглый. Порядок. А где ж хлеб-то? Ты вчера в футбол хлебом играл? Ну, играл. Вот и доигрался. Изначально на этом предприятии было всего два производства. Это было булочное производство, где было столько батонов и булочных изделий, и кондитерское производство. Мы тогда выпускали рулеты, пирожные и небольшое количество торта. В данный момент сейчас у нас образовалось новое производство – производство слоеных и сдобных изделий. Мы все любим свою продукцию. Это самое основное. Все, каждый из наших работников относится к выпуску каждой булки с душой, с теплом и с любовью. Вы знаете, какой период еще мы прожили? Когда вот мы не смогли, мы не могли даже обеспечить жителей Самары своими тортами в праздники. Вот сама приходила в магазин и говорю, вот очередь на улице стоит. Все под Новый год. Я стою и говорю, ну куда вы четыре торта берете? Ну вы придете, второго числа возьмете свежие. Нет, нам надо четыре, нам надо три. И вот это вот охапками несли эти торты. То есть был период, когда мы просто могли прийти, 31-й, после обеда нам уже не хватало продукции. Говорю, езжайте на Старозагор, вот такой же магазин. Сладкиши. Нет, едут все на БКК, потому что здесь все свежее. Туда также три раза в день привозим продукцию. Вот такой был ажиотаж по нашим тортам в свое время. Спасибо большое. Не стоит. Счастливо. Отдыхайте. Хорошего вам клева. Значит, вы точно будете на черных камнях. Да-да, на черных камнях. Ну ни пуху вам ни пера. К черту, к черту. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Семен Семенович. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Куйбышев для меня родной город. Я здесь родилась, выросла. У меня здесь образовалась семья. У меня двое маленьких детей. У меня хороший муж. И больше всего, кроме своей семьи, я люблю еще булочно-кондитерский комбинат. Куйбышев для меня – это начало всей моей творческой пути, как бы творческой работы. Я начинала кондитером в Куйбышеве, сейчас в Самаре. И все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куйбышев. Закончив восемь классов, у нас был выпускной вечер. И мы были в парке вечером Горького. И оттуда, устав, конечно, от каблуков, которые мы, наверное, первый раз одели, потому что что восемь классов всего, мы шли пешком и шли босиком. По этой же улице Льва Толстого мы поднимались до Садовой. Вот представьте, какая была чистота. Мы не боялись идти босиком. Я всегда считаю, что, наверное, я очень счастливый человек, что прожила вот свое детство именно в центре города. Сегодня, конечно, какого хлеба только нет в магазине. Это и французский багет, итальянская чабата, кавказский лаваш. Но вкуснее горячего хлеба прямо с завода я ничего не пробовал. Это и запомнилось с детства. Время, что ли, было другое. Но мы-то помним. Поле, русское поле, Светит луна или падает снег. Счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебе сердцу.